МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсу и Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. В Казани водитель отказался выходить из машины, не поверив, что сотрудники ДПС настоящие. Мужчина с признаками наркотического опьянения не подчинился требованиям автоинспекторов и только сильнее вдавил на газ. После чего он одумался и остановился, но выходить из машины наотрез отказался. По словам нарушителя, ему не верилось, что люди в форме действительно сотрудники ДПС. Даже удостоверение не убедило казанца. Мужчина закрылся в автомобиле, поэтому правоохранителям пришлось доставать его из салона силой, после чего на него были надеты наручники. Алкотестер показал нулевой результат, но у полицейских было подозрение на наркотическое опьянение. Нарушитель согласился поехать в больницу. Если медицинский анализ будет положительным, то мужчине грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Судя по видеороликам из интернета, больше всего вандализма происходит в набережных Челнах. Агрессивный мужчина нашел равного себе соперника и сокрушил его. Победа тупой силы была безоговорочная. А вот разум проиграл. К сожалению, младшее поколение в Челнах ничем не отличается. Дети уничтожают дворовые клумбы. Причем отличилась тут девочка. Полиция устроила погоню за водителем квадроцикла в Казани. В скором времени нарушитель был задержан. При проверке выяснилось, что у водителя были веские причины избегать встречи с полицейскими. Автомобилист был лишен водительского удостоверения за отказ от прохождения медосвидетельствования еще в прошлом году. Продувать трубку алкотестера или ехать в медучреждение водитель не захотел. За что ему предстоит ответить в суде по уголовной статье. Уголовное дело у мужчины уже не первое. В 2011 году он освободился после длительного заключения по 105 статье УК РФ. В Казанском автобусе в результате ДТП пострадали 4 пассажира. Недалеко от остановки Глушко водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу номер 46, двигавшемуся по специальной полосе. Во время маневра легковушка создала помеху, в результате чего произошло столкновение. Пострадали 3 пассажира и кондуктор. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. А в Октябрьском, несмотря на летнюю погоду, по улицам передвигаются на лыжах. Это видео появилось в социальных сетях и повеселило людей. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан 24. Субтитры подогнал «Симон»!